В целом, в республике, вы знаете, что запланирован большой объем работы. Электросетевое хозяйство планируется существенно реконструировать, модернизировать. Данная работа в определенной степени уже началась. Мы все знаем, какие проблемы в этой части у нас присутствуют и в районе, и в республике. В целом, я думаю, все в курсе ситуации. И наши гости приехали, чтобы разъяснить нам и рассказать о том, что сделано, что планируется сделать. И, конечно, выслушать и нас с вами. Я хочу вас всех поздравить с руководителем, очень молодой, интересный, интенсивный. В таком составе мы к вам приехали с просьбой разобраться, что происходит в районе, как будем двигаться дальше, какие задачи перед нами стоят в целом. Проблемы энергетики для всех понятны, потому что мы сегодня ничего не придумываем. Осталось, чтобы энергетика была соответствующая, чтобы напряжение было достойным, чтобы все электросетевое имущество, которое на территории находится, чтобы оно поддерживалось с целостной сохранностью. Безусловно, чтобы все это сохранять и приумножать, важно, конечно же, инвестировать в энергетику. У Камиля нет ни рубля инвестиционных денег, он не может купить опоры, не может купить новые провода, не может купить новую транспортную бассанцию. Что получилось в итоге? У Махана нам определяют третий на развитие, у нас огромные потери по компании, а в вашем районе они достаточно большие потери, а мы еще не можем собрать 50% денег, у нас двойная утеря денег идет. 50% мы не доводим до конечного потребителя, покупаем у электровербы у генератора, генераторы это не мы, мы покупаем хлеб так же, как в магазине, еще он теряет, в итоге что получается? Дырка от бублика. И когда регулятор планирует бюджет следующего года, он говорит, коллеги, вот вы из миллиарда рублей потратили 500 миллионов, а бюджет не потратили, они у вас тут есть, тратьте, пожалуйста. А мы их не собрали, они нас ушли по потере. И в итоге это все уменьшалось, 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 он действовал по закону. Молодец, 100%, законный товарищ. И в итоге платят все в ноль. Но так как компания видит ситуацию, она очень бесственная, у нас 70%, где-то 80% износ уже оборудования, качество очень низкое продукта. Что нужно делать? Снижать потери. Каким образом? Всех безучетников нужно поставить на учет. Давайте узаканивать отношения между государством, то есть компанией, и конечным потребителем. Другого варианта нет. Мы точно понимаем, чтобы снизить потери, даже там, в тех районах, где нет газа, где отопление идет электричеством, мы это тоже все понимаем. Но нужно отношения узаканивать. Мы все эти дни катаемся по горным аулам, и что мы видим? Тимофей Петрович. Днем горит везде свет. Днем везде горит свет. Везде. Придорожные все эти сервисные магазины, везде везде горит свет. По тысячу лампочек, вы сами это видите. Очень низкое напряжение, перегруженные центры питания. Да, конечно, они перегружены, потому что если у него на Фидере должно быть висеть пять потребителей, по договору официальному, а там и все 25 потребителей, ну, конечно, качество будет низкое. Мы там 25, мы там 20 не видим, только видим 5. А когда мы сейчас все узаконим себя, поставим прибор учета, и будем говорить, практика доказала о том, что снижение потерь и качество продукта увеличится, как только ставится прибор учета по всему Фидеру. Все начинают экономить, хозяин начинает экономить, выключает свет там, где он не должен гореть. Будем укрупнять, разукрупнять, будем устанавливать. Другого пути нет. Понятно, что придя вот с этой компанией в район, наверное, недоработали где-то все вместе, мы с вами недоработали. Не объяснили людям, что мы хотим, для чего мы это делаем. Как только мы заканчиваем программу в 21 году, 22 год, по 25, у нас идет вторая программа. Это программа в 35 миллиардов рублей повышения надежности. Там другие возможности. Там замена опор, провод гола на СИП, там ТФПшки, там будет большая работа проведена. Опять для Дагестана. Это беспрецедентный случай, когда в Дагестан выделяют деньги. Но если мы сейчас не пережаднем и не достигнем результата поставленной задачи, то по 21 году вопрос. Вот по району вопрос. Просто опять все переместиться на территорию на родину, сами понимаете, и там будет это все реализовано. Поэтому вот приехали открытым текстом поговорить, договориться, уехать, подписав протокол наших общих намерений. Основываясь на описание, которое вы мне предоставили, это, чтобы вы были в курсе, 25 сентября этого года глава республики писал, писал Павел Росет и Северный Калказ о том, что планируется у нас сделать в Дагестане. Вот они пишут, что объем инвестиций реализуемых мероприятий по этой программе по снижению потерь составит более 10 миллиардов рублей. То есть сюда входят выполнение реконструкции линий, это 0,4 линия, замена неизолированных проводов на изолированные. Здесь есть объемы, я сейчас объем назвать не буду. И с установкой трансформаторов в объеме 245 штук. Это на Дагестан, как я понимаю. Потом идет замера перегруженных трансформаторов. Это существующих. А 245 имелось в виду новое. Замена существующих в количестве 471 штука. Потом идет уже, как третье мероприятие, создание интеллектуальной системы учета электроэнергии. Вот эти счетчики, как я понимаю. 207 сентября. Потом уже идет четвертое мероприятие, закупка 177 единиц автотранспорта. Это уже для наших энергетиков. Вот эта последовательность мероприятий не соблюдена. Или это... Вот всем меня спрашивают, и я не знаю, как ответить, и энергетиков я спрашиваю, они тоже не могут ответить. Почему с счетчиков начинают? Вот меня люди спрашивают, мне нечего ответить. Вот этот вопрос сейчас 90% человек вам зададут, поэтому ответьте, пожалуйста, что нам людям, как на этот вопрос ответить. Почему, как всегда, с счетчиков, я простой пример приведу, у меня здесь вот, в трансформаторах есть трансформатор, которым, как мне специалисты говорят, более до 400 литров масла не хватает. Я удивился, я не знал, что трансформатор работать может, когда 300-400 литров масла не хватает. Как я этому потребителю объяснил, надо сверять счетчик, твой трансформатор в следующем году. Я знаю, он полетит у меня, как минус аварий, пойдет температура. Пример, вот подскажите нам, нам же надо с людьми всем разговаривать, как ответить на этот вопрос? Мы устанавливаем приборы учета в те домоградения, где либо его нет, где бы он испорчен. Это разные вещи. Я уверен, что в этом зале, на фидоре там сидящие люди, 20 человек платят, 5 не платят, а 20 платят точно за него. Потери-то покупаем мы за ваши деньги. Поэтому мы решили как? Как только мы этот прибор установим, попадаем в все обратные условия, заключаем договор, отношения с государством нужно узаконить. Узаконить нужно. А потом уже требовать, чтобы он и я новая опора, качественный провод, транспорта, транспортная станция, обслуживание соответствующее и вовремя реагировать на, не дай бог, какие-то аварии. А другого пути у нас нет просто. У нас другого пути нет. Вот ничего не придумайте. Вот я говорю чистую правду, как бы перед Кораном говорю, чистую правду. Другого пути нет. И если мы в ближайшее время не узаконим наши отношения, то с каждым годом, с каждым месяцем это все будет решать. это государственная задача. Целых. В 20-м году в этих восьми мы вошли в пилотный район. Восемь самых правильных, где самые большие потери, в том числе и наши. Поэтому мы в числе первых, где эти работы проводятся, кто не в курсе. Вот здесь и 1,1 миллиарда планируют потратить на эти восемь районов. Вот планировалось в 20-м году. Ну, и теперь не успеем физически, да, переноситься на следующий год. В 20-м году в этих районах будут реализованы мероприятия по созданию единой системы учета электроэнергии. Будет выполнена реконструкция более 970 километров 0,4-й линии с заменой неизолированного провода на изолированной и большего сечения. С заменой ветхих опор и реконструкцией 25 перегруженных трансформаторов. Также в целях снижения нагрузки на линии и повышения качества электроэнергии планируется выполнить разукрупнение перегруженных линий с установкой 58 новых трансформаторов и строительством 23,8 километра в новых линиях. Мероприятия вот эти мероприятия по созданию системы учета электроэнергии это счетчики будут синхронизированы с работами по реконструкции. Должны вестись параллельно если я правильно понимаю. Вот это если бы на мой взгляд я сужу как простой житель, наверное если бы эти люди хотя бы вместе начали эту работу никто бы не возмущался даже тот кто возмущается ему мы могли бы объяснить дорогой видишь вон там провод меняет. так что не сперва счетчик а все вместе идет видишь трансформаторы меняют вот видишь столбы у нас завтра упал бы на нашу голову меняют вот так если бы работа параллельно шла бы мы могли бы это объяснить но по сей день эта работа параллельно не начата хотя глава республики был заверен что это будет синхронизирована эта работа и вестись параллельно это сейчас началось как вот назначили вот не так давно это началось элементарный порядок стали наводить здесь в районе конечно он тоже физически не может вот сколько столбов камень у тебя в наличии ну наличие две опоры сейчас две опоры было 10 на два района это имеете в виду ахуасский ботельский там две опоры там 300-400 литров масла тоже получали наверное водой трансформатор залили уже нет вот у меня к вам призыв если вот это там и снабжение если будет если мы увидим что и доставляют сюда работу к примеру в селе что-то начнут работать вот выполнять счетчики меня этим людям хотя бы надо показать видите 10 сегодня не меня эти 5 столбов которые на голову могут упасть вот мы параллельно их тоже меняем не те столбы на которые счетчики устанавливаются сейчас что они бетки делают если на этот стоп же мастер не лезет мне с первого нормальный столб только потом я счетчик поставлю и камень вынужден где хочет искать этот столб и ставить вот у него два столба на сколько ему хватит на весь район ему 200 нужно не два сейчас в районе в каждом селе главу спросите десятки столбов у каждого надо а 40 50 надо у каждого менять вот так висят провода держат эти столбы а не столбой провода вот такая ситуация почему нельзя параллельно их снабжение тоже было обещано до сих пор ничего нету эти ремонтики приехали вот нам говорят вот ремонт будем проводить ни один провод они с собой не привезли ни один провод эти ремонтики они говорят Камилю здесь надо 10 номинов не менять сколько у тебя есть он говорит у меня 4 есть провод есть что-то еще масло еще что-то все а то что есть поставили нету до свидания и пошел мастер дальше если они прав скажите что они прав а что он может сделать крайним оказывается он который якобы не выполняет задачу и я который якобы против государственной программы мы категорически за 160 170 это лучше чем случаем 130 120 напряжений как я ему объясню что надо сперва в счетчике поставить поэтому у меня еще раз я на правительственном совещании говорил нам нужно как минимум сопровождать эту работу с реальной работой по замене этих проводов по замене этих столбов и так далее иначе не смогут эти люди справиться мы говорим я-то главу села поругаю с кем-то пойду сам ругаться ну и что с каждым с кулаками на кулаках траться что-то мы должны и не можем мы должны так наладить работу чтобы нас благодарили а тут приходит что против нас с лилами люди встают и депутатский корпус прямичем у нас новые выборы прошли активные и преимущественно молодежь у нас идет реально горячие ребята частично главы сельских поселений у нас уже новые некоторые главы сельских поселений тоже горят есть и опытные есть и молодые есть в этом и мамы мечети нас всегда поддерживают во всем всегда проводят эти пробки электроэнергию воровать нельзя налоги нужно платить и так далее мы эту работу готовы проводить но параллельно дайте нам малейшую зацепку чтобы мы могли с людьми разговаривать начните параллельно эту работу поторопите конечно приоритеты на мой взгляд совершенно неправильно поставить спирошетчики потом трансформатор потом и так далее с конца начали надо было начинать с главных вещей с добросовестных потребителей надо было начинать трансформатор поменяли провода столбы и дальше уже счетчики ну понятно не вам это решать не нам это решать но хотя бы в этой части вы же можете перед руководством вопрос поставить ситуация такая народ требует и чтобы вот эта работа тоже была начата тем более сейчас зима зимой это большая катастрофа говорится или электроэнергию отключат там на обогревателе у тебя маленький ревонок дома и морозильник становится дома и плюс еще там счетчик меняют который проклинается и попробуй объясни этому молодой семье что это нужно и без света его надо на полсутки оставить и это злосчастный счетчик тоже надо поставить тяжело же это объяснить они же с людьми разговаривают я же вижу поэтому во-первых провалили ждали лето ждали специально похолодали не ожидали чтобы эту работу начать и то хорошо сейчас тепло относительно относительно тепло и ничего не проводят увидели что недовольство людей хотя бы в этом случае начали бы параллельно эту работу по реконструкции проводить тоже не начато большая просьба к вам здесь никто не против этих счетчиков и так далее если они нормальные если они никого не обманывают мы можем с этими людьми разговаривать просто параллельно начинать эту работу но я до сих пор не услышал от энергетиков что мы параллельно вот эту работу проводим менять один столб именно там где счетчик будут ставить чтобы этот не упал этот наш масляк когда будет его установлен это мы не объясним людям а так мы все завернут конечно это большая для нас большое благо то что проводят если проведут эту работу это большое благо для нас Десятки трансформаторов будет в районе, даже больше ста, да? Будет трансформатор заменено в районе. Один трансформатор чуть ли не по усилам и скидываемся иногда, говорят. Мы часто с кармана платим за эти трансформаторы. Мы знаем у энергетиков какая ситуация. Вот несколько, больше года у некоторых трансформаторов. Айду, а твой трансформатор сколько у энергетиков на ремонте? Уже почти год. Вот, год он как бы вернул. Четыре года один-другой. Не дают обратно. Нету. А откуда камень? Он же не ремонтирует. Нигде не ремонтирует. И попробуй там, в Айдуле, сейчас я объясню, что надо эту работу проводить. Параллельно нужно и с этим разбираться. Снабдите нормальный рай электросети. Не вставите в тубик камня Гудайевича. И виноватым его во всеми делать. Он, конечно, разорвется. Если у него даже провода нету. Два столба на два района. Ахванский и Водховецкий, пожалуйста. И требуйте с него работу. Поэтому большая просьба и вот это, параллельно эту работу проводить. Мы, конечно, будем мероприятия, которые по модернизации идут, мы всячески поддерживаем. Если надо эти столбы тащить, вот все мы вместе будем. Это же для нас делается. Вот эти главы все, они с рабочей формы часто бывают, бетон заливают на своих улицах вместе с людьми. У нас так устроена работа. У нас здесь, вот видите, ни одного галстука нету здесь. Вот среди главсер. Такие мы, вот, работают привыкли. Это все крестьяне, работяги. Поэтому немного с пониманием просьбы отнеслись. А где нужно, мы тоже будем рядом с вами стоять. И плюс, параллельно, последний аргумент тоже. Часто говорят энергетики. Этот трансформатор, они не у нас, но все равно мы их обслуживаем. Обслуживаем, потому что мы на них и зарабатываем тоже. На Заргачи купил, а зарабатываю я на этом трансформаторе. Бесплатно. Хотя я должен на Заргачи за аренду трансформатора платить. Мы же этого не просим. И никогда не говорим, это мое, это твое. Мы часто вместе встаем и никогда эти провода не делим. Это сельские провода, это рай электросетт. Мы вместе встаем зимой, вместе с ними ремонтируем, с их монтерами стоим зимой в снегу и в дождь. У нас недели мы абсолютно никогда, это ваше, это наше. Если я не прав, пусть в любой мере исправят меня. Так что мы работаем вообще как пальцы одной руки. Мы вместе привыкли, у нас семья одна здесь. Но в семье тоже нужно, один ребенок сразу понимает, другому нужно объяснить, а третьему доказать. Вот в этой части, конечно, вы должны облегчить нам вот эту задачу, чтобы мы могли объяснить этому третьему ребенку, которого просто сказать не хватает. Это наши жители. Третий год Камиль знает, Ахмад Расул знает. Вот у нас две обходы, десятки, а десятки. В таком состоянии Ахмад Расул знает. Письмо написал, что то машины нету, то солярки нету. И насчет трансформатора тоже. Вот сгорело два трансформатора, один вместе с КТП. Обращаясь к электроскопу, они говорят, вот три-четыре места. А мои люди без счета три дня не могут. Вот все, что он говорит, я понимаю. Вот примерно это же то же самое я говорил в начале. То есть мы говорим в одном понятном для нас дагестанцев языке. Решение принято. Мы его не отменим, не уберем, не добавим. Мы только можем уйти отсюда. Едение отсюда уйдет. Вот все, что мы можем. Мы предлагали следующую модель отношений по этой программе. Мы замеры делали по фазам? Тут там, где низкое напряжение. У нас вообще какое напряжение по центру? Вот последнее село Урткох мы там замеры делали. Минимальное напряжение это 210-220. Это хорошее напряжение. Это рядом с подстанцией, поэтому даже на следующий пунктах. Вот за вами кто? Главный женир. Главный женир, да? Как вас зовут? Ахмед Расул. Ахмед Расул. Вы очень опытные, главный женир чувствуется. 17 лет. Вы хорошая команда получилась. Хорошая, на самом деле, команда, я вижу. Значит, понятно, что мы там, где нужно немножко церковь питания разгрузить, это нужно делать. И команды, которые будут заходить, заходят, они имеют на это задачу. Там, где необходимо что-то поменять, нужно менять. Вот, смотрите, я сейчас еще раз просто очень прошу, чтобы все мы понимали. Для района есть определенная сумма, на которую закупается оборудование. До опоры, до каждой опоры, до каждого прибора учета. Эта информация должна быть доступна для главы, для всех, для районов. Доступна должна быть информация. Мы предлагаем ее разместить у вас в доступном доступе на сайте, на администрации главы. Чтобы люди понимали, во-первых, что эта информация для них открыта. Она же, там есть сумма определенной денег, которая в этот район заходит. Какая сумма получается? По снижению потерь, там сумма нет в 187 километров, там 150 на метр. Ну, сумму надо, уточнил, какая сумма, она есть. А по обещению надежности 300 миллионов. Конечно, эта сумма 300 миллионов. 300 миллионов для района в комплекс энергетический. Это хорошо или плохо? Вот что, хорошо. Вот что, на мой взгляд, состоит простая линия. Вот, взять один филер, да, там одну улицу, на которой я живу, например, вместе с вами. Там опора, провод, трансмотровая подстанция и прибор учета, определяющий количество потреблений энергии. Все. Вот все имущества. Сегодня в этой программе заводят в прибор учета какое-то количество возможностей по опорам и по самонесущему зеленому проводу. А там, где необходимо отремонтировать транспортную подстанцию, они обязаны это делать. Те, кто заходит к вам. В другой программе там другие возможности. Там замена. И так далее. Поэтому, вот давайте, мы сейчас вместе подумаем. Мы вместе давайте найдем решение. Вот мы, как правильно сказал руководитель ваш, мы команда, ведь, пальцы одной руки. Мне так, правда, очень понравилось. Я просматривал пару хороших роликов за вашего главу. Мне оно заочно стало симпатичным. Да, очень хорошо сказано. Давайте тогда хотя бы снижать потери. Давайте хотя бы уберем, поставим эти приборы учета там, где их нет, либо они испорчены, либо они вышли из строя. Поэтому, я очень правильно что сказал глава. Я понимаю, что вы ее, я чувствую, вы ее поддерживаете, эту программу. Я очень хочу, чтобы мы отсюда уехали, если есть возможность. У нас появился протокол нашей встречи, совместной встречи, где мы пропишем в целом отношение к этой программе, может быть, в целом какие-то задачи вместе пропишем. И будем снижать за это коллективную ответственность. Коллеги, у нас другого варианта нет. Не у меня его нет, как у одного из руководителей компании на Кавказе. Не у вас нет, как у руководителей на местах. Есть программа снижения потерь. 150 объектов. Общая протяженность 180 центров. Это замена головы продана заливами. И замена опор. Всех гнилых опор, там, где будет меняться, опоры тоже меняются. Вот эта программа. А эта программа у нас постановится еще. В каждом селе, какой стол будет, должны менять, вы знаете, и будем менять. Глава вам скажет, приезжай сегодня, Ахмед, раз в угоду бери, покажи мне, какие столы будем менять, я должен, будем вам объяснить. Вы сможете показать вот этот стол, этот и эту стол? В 19-м году у нас был аудит, как они сказали, в 18-м году был аудит, у них расписаны листки осмотра, там написано, вот эта опора гнилая, эта, эта, эта опора, надо менять. Эти провода надо менять. У них там записано все. Это в программе повышения надежности идет? Да, программа повышения надежности. Это все будет меняться, даже не сомневаюсь. Эта программа разбита с 20 по 25, 6 лет. Ахмед, раз в угоду, я еще раз, третий раз переспрашиваю, в 21-м году, селе году бери, какой стол, какой провод будет поменять, вы сможете у Байдюля показать, чтобы он мог показать диамату села. Могу, я ему и дал. И какой трансформатор. Не про тяжелую на всю, там, общую на всю всю. Я ему информацию дал, у меня есть дефектные ведомости, я могу взять и показать вот это, и это. Подача электронегии, это в нашем районе, наверное, везде, у всех сел одинаковина. С каждым днем потери электронегии, вот 180, 170. Вот сейчас в каждом селе, население, не столбы держат проводов, а провода держат столбов. У население и высоковольтные вот такие. Вот несколько писем тоже написал, никто не ответил на это, не реагировал. Вдруг что, потом будет объяснять, кто виноват, кто этот опустил. Правильно, надо сначала столбы менять, надо линии передачи менять, потом счетчиков. Как наш глава сказал, если материально-техническая база в РЕСе была бы, вообще проблем не было бы. Вот у меня ситуация была, я хочу выразить благодарность от себя и от жителей. 12-го числа у нас сгорел трансформатор. В течение 12-ти часов руководитель РЕСа, Камиль Будаевич, дал команду своим работникам, наш населенный пункт, дали свет. Я хочу выразить большую благодарность к моему лицу вас и ваш коллективу. Действительно, оперативно, в течение 12-ти часов запоминали они КТБ, он изыскал из невозможной ситуации, он это все установил большую. Благодарю нас вам. С нашей стороны, любая помощь, где будет, какая работа делать, мы с вами будем работать совместно. Я думаю, что потери электроэнергии больше там из-за того, что передаем мы по старым 50-60 летним три раза оборванным соединенным проводам. Технические потери. Надо оптимизировать потери, начиная где больше потери. Больше потери там, там надо менять первым, потом надо менять второе. Или же надо хотя бы ее совместно вместе делать. Вот мое предложение и по моему селу тоже так будет. В первую очередь меняли нам провода и провод. Дальше покажите свою работу. Сперва покажите работу, дальше мы за обе руки поднимем проблемы. Вы сегодня приехали, представили, очень приятно, мы вас видим, вы уезжаете, все, а мы остаемся тут. Вам легко так говорить, а нам жить. Мы хотим помогать и люди, чтобы довольны были. Давайте вот так начните работу. Вам поставили задачу, мы понимаем. Вы пришли, вот подбежите нас, подбежите, так не будет. У нас же старые провода стоят, они просто изношены. Мы это понимаем, мы понимаем. В том числе и от этого потери. Вы понимаете, зачем все это университет? Первый, мы все это понимаем. Мы еще раз говорим, что мы не понимаем. Еще раз говорю, чтобы поменялись старый провод на новый провод, это шаг следующий идет у нас. Мы сейчас с вами вместе будем менять опоры там, где это необходимо, будем ремонтировать трансмотров подстанции, где необходимо поставим, где уже привезли. Поставим приборы учета, там, где не нужно перестроить, по разным причинам. По разным причинам учтись строить. И параллельно начинаем эту большую работу вместе с вами. Ну, я разговариваю, что работу мы после нежели потери не останавливаем. Контроль, доступность информации, поддержка. Понятно, что не просто все нам достанется, совместная работа, не просто. Но мы идем правильным путем. Мы будем гарантировать все, что мы говорим, будем делать, безусловно. Берем на себя огромную ответственность. Если бы была чуть-чуть по-другому, то на уровне республики штаб бы не осознавался. Вот я вам просто говорю как лист. Чтобы кто-то больше не говорил, что районы не поддерживают программу ту или иную. Вот нужно это в протоколе написать, как это написали другие главы. В районе поддерживается данная программа. Программа снижения потерь. Да, там уже в старых пунктах написать, что необходимо провести большую разъяснительную работу в виде населения через средства информации, через духовенство, через депутатский корпус. Третье, установить порядок и контроль за тем, где вы только слов говорили. Что будет меняться, где будет меняться. Эта информация должна быть очень доступна. Чтобы каждый мог воспользоваться этой информацией, ведя тот или иной диалог. Вот эти моменты прописать, их может быть 3-4, больше там ничего не нужно. Там какие-то накрепленные обещания, мы до этого не просим. просто многие начинают что-то блокируются, все там, ну, сами вы понимаете, да, поэтому не блокируются, работа необходима, все это нужно. Он действительно провод держит опоры, понимаем. Поэтому нам это нужно, еще вчера нужно было делать, безусловно. Поэтому у нас другого пути с вами нет. У нас, говорят, у горца, другого пути нет. Я просто сам же в горах рос, поэтому другого пути нет. Что касается контроля, я думал, вам это отдельно, скажу. Потом, когда будет у вас в селах работа проводиться, если там что-то не так будет сделано и вы будете молчать, я перед джаматом вас подниму. И пусть вас проклинают. Если там будет написано, что поменяли три трансформатора, на самом деле два, вы будете за это отвечать. Я ни один документ не подпишу с района, чтобы эти наши коллеги энергетики работу выполнили, пока от каждого из вас подтверждение не получу, что вселенная ансалта действительно на 100 метров провода поменяли, 10 столбов и 3 трансформатора. Я спрашиваю у главы села, если он не подтвердит, я с удовольствием не буду это подпишу. Если не подтвердит, я так и напишу, вы, дорогие, там один трансформатор сваровали, верните или забыли случайно. Чтобы понимали, вот при энергетике говорю, вот этого мы с вами вместе не допустим. Если даже я по какой-то степени буду допускать, вы обязаны меня остановить в этом деле. И я буду каждого главы села спрашивать, как качество у него работа выполнена. Мы все знаем подрядчика. Мы каждый день с этим подрядчиком работаем по разным работам. У подрядчика заработал, ушел, дальше хоть потоп часто. Я не говорю, что всегда. Поэтому качество работ уже на мне и вот так же вместе со мной и на вас будет это качество. За каждый провод мы с вами вместе будем отвечать. Потом чтобы не было. Оказывается пришли, поменяли, меня не спросили, меня в селе не было, я больной лежал и тому подобное. Если вас нет, пусть сын, брат и заместитель вместе контролируют эти работы. Я буду каждого из вас за это качество спрашивать. Договорились? Спасибо за такое доброе отношение, за искренность и со своей стороны пока для района используем, мы все будем рядом с вами стоять. Если будет район вред, хуже нас врагов тоже не найдет. Вот такая у нас позиция. Все правильно? Спасибо.